Товарищи единомышленники, брата Бреи, приветствую вас, категорически приветствую. Приветствую вас по поводу того, что у нас на сегодня к обзору изготовил 5 штук бритв. Тех бритв, которых не хватило, которые хотели бы взять многие, но взяли далеко не многие, потому что было всего лишь 2 бритвы. В данный момент это 5 штук. Да, чуть-чуть немного измена геометрия и ширина полотна. Я даже не замерял, но на глаз, по-моему, это 7 восьмых. Давайте вот так как-то определимся, округленно все это. И что мы на сегодня имеем? В конце волос надо будет не забыть порубать. Вот, помните, может быть, были... Поза в прошлом видео, вот с такими вот оправами из японского пластика, который как стекло, но пружинит и... То есть, ничего, которым не делается, он не царапается. Я могу сейчас вместе взять вот так вот, прям замешать, там по столу пошаркать и не будут с таким же, опять же, блеском. Блеск не теряется у этого какого-то суперпластика. Ну, в отработке не очень, но потом он мне очень нравится, как он держит свой блеск, свою форму, свою упругость имеет. Вот это вот полотно, да, не сказал вам сталь, как и в прошлый раз. Сейчас пока заточку буду показывать. Это Бохлер К-990. Заточка почти сливается, но только на видео. Потому что тут сатин, это очень важно для того, чтобы геометрия была максимально правильной. А вот-вот-вот. А заточка, она зеркальная. Но зеркальная, она не потому, что я так захотел сделать зеркальный, а потому, что это сталь такая. При наношлифовке она становится зеркальной. Вот такие вот экземпляры. По хвату, кому если это интересно. Один палец снизу, один вот сверху и два вот тут. Немного отвлекает, тут звонит. Так, насечка. Трактор Беларусь, можно так назвать. И вот тут вот этот, тот самый колосок. Ну если вот с таким хватом, то вот. Как у меня хват. Самый удобный хват. Но все же. Все закрываются идеально ровно. Максимально ровно. То есть ровней просто некуда. Вот слыхали сейчас я вот так вот? Это запор. Чтоб бритва не открывалась. Но она сильно не держит этот запор настолько, что прям, что вообще. Но он и не должен так делать по своей сути. Все оправы изготовлены из одного и того же пластика японского. Вот это вот. Из носа удара стойкого. Хотя еще раз повторюсь, как я в прошлый раз говорил, что если вот пин затягивать очень и очень старательно, то хочешь, не хочешь, а все равно клепка сильнее даже стали. То есть она может его растащить и выломать все, что угодно. Поэтому, как говорится, с дурей сломать можно все. Клиночки все тоже так же из этой же, из этого же пластика. Полотно. Вот это притереть, конечно, надо было бы. С сатином. Сталя одна и та же. К-990. От Бохлер. Сталя такой запас много. Поэтому проблем с ней очень долго не будет. На лет пять точно. Ну и вообще, что я хотел сказать. Пока мы рассматриваем все экземпляры. Ах да, я там, наверное, с насечкой не показал. Сверху ее нет. А снизу она есть. Вот. Ну, мои изделия. Часто имели критику, но критику от тех людей, которые не видели их вживую даже. Я уже не говорю о том, что они ими не пользовались. В основном критика шла даже из-за границы. Но теперь в условиях санкций мои работы можно назвать антисанкционными. Так как вопреки всем санкциям у русского человека имеется возможность всегда бриться русской бритвой. импортозамещение стопроцентное. то есть, если там цены вырастут, они уже явно уже выросли, как на многое-многое другое, то у меня цены не вырастут. Потому что у меня санкций к нашим жителям России, в том числе и ко мне, нет. поэтому нам не страшны все эти вот немецкие там санкции и даже в том числе это относится к жилет, который явно также задерут ценники. Пускай играются. Просто клинки холодные, руки горячие. Поэтому вот этот вот испарин, видите, она пропадает вот сейчас. Смотрите. Вот. Заточку всех узенькая, ровная, зеркальная и легко рубящие волосы. Но тут по-другому никак, потому что твердость реально конкретная. твердость. Что же я в насечке-то не показываю? Сейчас покажу. О! Так, а тут я, наверное, вам не показал. Может, вы уже видели, но я не знаю. Лучше еще раз показать. Классическая. А тут вот колосок исконно русский, так как никто больше его не повторил. Если повторит, это будет считаться подделкой. Примерно так. Ну, что ж. Вот и все с обзором. Чуток анонсирую. Несмотря на то, что бритв не хватило, вот из этой марки стали с такими вот оправами, я это восполнил, этот недостаток. Но также, на мое удивление, не хватило тех бритв, которые были из сложного Дамаска. Ну, кто не в курсе, посмотрите предыдущее видео, обзор, вы все поймете. Но я очень переживал по этому поводу, так как сложный Дамаск, он реально сложный не просто даже только в своем исполнении и в работе, но он сложный в том числе, что итоговый продукт из него также максимально сложно произвести. И если чуть-чуть дрогнет рука, чуть-чуть где-то замешкаюсь, сразу же в мусорку. То есть, там брак это уже конкретный сразу будет. Поэтому ошибки там, как у минера, исключены. Либо-либо. Но у меня все получилось, я очень постарался и произвел тогда эти бритвы. И хочу повторить и рассчитываю, что пока не знаю, пока заготовку тяну, точнее заготовки, их там много, и рассчитываю бритвы на 4. Вот так вот вытянуть все это дело. И выдать вам, как говорится, всем тем, кому не хватило бритв в прошлый раз. Да, на всякий случай, так как тут все кругом закрывают, ютубы там могут закрыть, там еще что-то, там все дела, пожалуйста, заходите ко мне в группу ВКонтакте, к примеру. она называется ВК, то есть это мои инициалы, или полностью Вячеслав Коннов. Тоже там можно и пообщаться, там можно и, ну, как пообщаться, перепиской, но все же там так же я выставляю свои работы, не фото, а видео, но все же. Я считаю, что видео передает максимальное, максимальное то, что хотелось бы передать, лучше, чем любое фото. Поэтому будьте на связи, подписывайтесь на канал в ютубе и заходите на страницу, у меня там группа ВКонтакте, это на всякий случай. И, что ж, сейчас мы сделаем тест на волос. Тест на волос я произвожу только для того, чтобы вы понимали, что бритва уже заточена и готова к работе и для того, чтобы ко мне после не было вопросов, потому что они иногда бывают, что я получил бритву, она не заточена. После данного видео мне так говорить не стоит, потому что не заточена и бритва так легко волос не рубит. еще раз на кончике, хорошо подлетает. так, следующие бритвы. Мне кажется, их нужно пронумеровать хотя бы хоть как-то, чтобы каждая бритва имела свой номер не только на сайте, но и индивидуальный свой номер. так видно. Иначе их сложно будет различать. Не так уж и сложно. Видели, да? Волосы отпрыгивают, как будто это не волос, а пружина. Так, сейчас возьму другой волос. Так, поехали. Третья бритва. Вот по этим вот рисункам на праве можно, кстати, пока их различать. Дальше я все-таки подпишу, наверное. Так, бритву устанавливаем. Резкость вроде бы на месте. Погнали. Хорошо, красиво. Распустил и врубил. О! Раздвоил волос. Надеюсь, это видно будет на видео. Надвое я разрезал. Еще одна часть распущенная. Надвое. О! Хорошо, хорошо настрогал. Ну ладно, сегодня хочется вам показать какую-то пальмочку из волоса. в самый последний момент волосы отлетают. Так. Это вот такая вот бритва. Поправе, смотрите. Отпрыгнул. Распустился. Не хочет отпрыгивать. Нет, отлетел. Все зависит от того, под каким углом подсунешь волос и тут он либо распускается надвое, то есть вдоль, либо он отпрыгивает. И еще одна бритва. Ах да, нужно взять волос еще. Итак, завершающая бритва вот с таким вот рисунком оправы. У дамасских бритв я обычно по структурному рисунку стали определяю где какая. Тут приходится определять по рисунку оправы. Вообще красиво роняет, как она роняет, мягко и красиво. Давайте доробим волос. Ох ты, распустила дважды. и отрубила. Все. Нет, что я подумал, что не буду на них царапать никакие номера, потому что они хорошо очень различаются по рисунку оправы, то есть по его вот этому структурному рисунку. Они все индивидуальны. И плюс по насечкам они также отличаются. и я думаю, что я не буду ничего царапать, потому что только сейчас сделаю какую-то деревенскую такую царапку в виде цифры и это будет не здорово. Поэтому они будут лежать еще плюс в чехлах кожаных, на которых будут наклеены номера и они будут пронумерованы именно еще и по чехлам. так что ошибок не будет. Ну вот что ж, еще раз повидались, еще раз поздоровались, как говорится. Ну и до новых встреч. Сложный Дамаск уже в работе. Продолжение следует...